Всем привет! Сегодня у нас рубрика пустые баночки. Если вам интересно, что же у меня закончилось за эту осень и зиму, и какое у меня окончательное мнение, присаживайтесь поудобнее, будем все вместе разбирать. Я обязательно расскажу о том, что понравилось, что нет, что куплю повторно, или возможно уже это сделала. Короче, давайте начинать! Итак, первое средство, которое подошло к концу, это гидрофильное масло от корейского бренда Manu Factory. Еще как-то летом мы встречались с Машей Серд, и она мне подарила несколько своих фаворитов, для того, чтобы я протестировала их. И она также рассказывала, что у этой марки очень хорошие натуральные составы, я доверяю ее мнению, поэтому без каких-то опасений принялась все пробовать. Я должна сказать, что мне понравилась эта вещь, она эффективно и быстро растворяла косметику. Но знаете, бывают гидрофильные масла такие более жидкие по консистенции, а бывают более плотные, жирненькие, и это относится как раз ко второй категории. Но лично для меня это абсолютно не минус, не было никакого ощущения жирной пленки после умывания, также не отметила для себя какой-то пелены на глазах, новых высыпаний на лице дополнительных, поэтому я бы его повторила. Что у нас дальше? Одна из самых любимых и при этом недорогих сывороток с витамином С, которая подойдет и новичкам, и также на лето вы часто спрашиваете. Для тех, кто хочет поддерживать эффект, который вы, возможно, получили от использования кислот, если у вас чувствительная кожа, то стоит начать с этого. Это корейский брендед скин, и она просто фантастическая за эти деньги, она неплохо выравнивает рельеф кожи, также цвет. Если у вас есть какие-то покраснения после высыпания, она тоже их убирает, она приятная в использовании, она не липкая, она быстро впитывается, нет какого-то такого химического аромата, пахнет какими-то апельсинами, и я уже купила себе новую. И знаете, что она мне напоминает именно по действию? Тоже сыворотку с витамином С, недорогого бренда Belinda. Если эту нигде не можете купить, то попробуйте достать ту вторую. Что-то у меня с голосом, он постоянно садится, и мне приходится прерываться. Уже не стану нахваливать и повторяться, это мой постоянный фаворит. Это эссенция от бренда Misha, именно Intensive Moist. Для меня это и увлажняющий тоник, и проводник для последующих средств, которые я использую в уходе. Постоянно покупаю, но если вы знаете что-то еще лучше именно с ферментами, пожалуйста, делитесь со мной, я с удовольствием попробую что-то новое. Увлажняющий лосьон, довольно универсальный для лица и тела от бренда CeraVe. Он с церамидами и гиалуроновой кислотой. У меня есть вторая баночка, но большую часть вот этой использовал мой муж именно для лица. И я тоже попробовала, мне понравилось, я о нем рассказывала в отдельном видео. И так как говорю, продолжаем пользоваться, особенно мне нравится под макияж. То, что никогда и ни за что не приобрету снова, это очень странный шампунь, мне его кто-то присылал от дорогого бренда Bad Hat. Это было что-то ужасное, начиная с запаха, он настолько химический, он такой ядреный, он так сильно промывал голову. Но есть шампуни, которые это делают, но как-то не влияют на состояние волос. А тут у меня постоянно была солома, эта штука пересушила мои волосы, я ее ненавижу и вам не советую. Гель для умывания от Айзенберг, обожаю, я использовала две упаковки, одной такой мне хватает на 9, даже 10 месяцев использования, при том, что я не экономлю, он не пенится, он не сушит. Еще раз повторюсь, что он подходит и для утреннего умывания, и также для второго этапа до макияжа, хотя в принципе он хорошо смывает косметику. У меня уже есть новая баночка. Помада в оттенке Big Spender, это Smashbox, матовая помада. Я ее обожаю за цвет, она может немножко подсушивать губы, как каждая матовая помада, но тут настолько уникальный оттенок, что я обязательно куплю себе третью упаковку, так как этот оттенок, он в меру яркий. Я видела с ним очень много разных по типажу девушек, и на каждой, на каждой он смотрелся сказочно. Гидрофильное масло от японского бренда Shu Uemura. Я снимаю при таких обычных условиях, поэтому солнце то есть, то нет, я надеюсь, вам не мешает. Хочется, знаете, просто поставить камеру и поболтать с вами, а не готовиться, расставлять освещение и так далее. Нравится. Но если бы покупала еще раз, то взяла бы зеленое. Точно не помню, чем оно мне больше понравилось, но как-то вот что-то было, что-то такое отложилось у меня в памяти, что хотелось бы повторить именно зеленое. Самая долгоиграющая пена для бритья от бренда Venus, причем это не тот Venus от Gillette, это какой-то бренд, который представлен у нас в Rossman, и этой пенки для бритья хватило то ли на 4, то ли на 5 месяцев использования, и я уже ждала, когда она закончится. Она такая плотная, в общем, если вы живете в Польше, то попробуйте, она не то чтобы ничем не отличается от оригинальной Venus, она еще и гораздо лучше, хватает надолго и не всплывает. Замечательное средство. В общем, если вы покупаете на iHerb, то советую присмотреться к этой линейке. Маски для лица, причем вижу, что у меня их много, это вот эти от бренда Benton, которые с центеллой азиатской, одни из самых классных, успокаивающих, заживляющих масочек, увлажняющих. В общем, если любите тканевые маски или хотите первый раз купить что-то попробовать, то советую вот эти, особенно если вы любите себе что-то там надавить. Если у вас кожа склонна к покраснениям, к воспалениям, то обязательно присмотритесь к ним, они очень-очень хорошие. Дальше, что у меня тут было? Тени для бровей от Анастасии Беверли Хиллз. Они мне так долго служили, они у меня в оттенке блонд. Я заранее купила себе новую баночку, баночку, ну вот такую упаковку и все ждала, когда же они закончатся. Потому что сначала казалось, что расход довольно быстрый, ничего подобного, вот этой вещи одной хватило на 2 года. Стоит она около 20 долларов, и при том, что это мой идеальный оттенок, я готова тратиться раз в 2 года. Купила новую. Теперь карандаш для бровей от бренда NYX, такой плоский, что-то вылилось. В оттенке блонд, классный. Но вы должны учитывать то, что он довольно быстро расходуется, он в меру мягкий, он не жесткий, он идеально прокрашивает волоски. То есть, знаете как, он не настолько жирный, чтобы оседать на волосках, на наших бровях, да, и при этом не слишком агрессивно прокрашивает кожу. То есть, он прямо в меру. Здесь со второй стороны есть щеточка, это очень удобно, и теперь я нигде не могу его купить. Вообще замечательно. То, что красиво смотрится на губах, но я второй раз приобретать не буду. Это бальзам для губ от бренда NARS, из линейки Orgasm. Он очень здорово смотрится на губах, то есть, это красивое розовое сияние. Но увлажнения лично мне в случае этого бальзама было недостаточно. Тем не менее, я допользовалась им до конца. Летом окей, но это такое баловство, которое просто хорошо подчеркивает губы, и на этом все. Тональный крем от марки Everline дает среднюю плотность покрытия, которое очень живенько смотрится на коже, не проваливается в поры, прекрасно держится в течение всего дня. Если у вас жирная кожа, то возможно вам нужно будет его припудрить. Для меня это люксовое качество за 10 долларов, и у меня уже есть новая упаковка, которой я с удовольствием продолжаю пользоваться. Я не представляю свою косметичку без этого тонального крема, честное слово. При том, что мне бесплатно дают всякие там Armani. Нет, сейчас мне уже ничего не присылают, но иногда я что-то там себе покупаю. Когда-то мне что-то там присылали, но я вот сама еще раз пошла докупила это средство, потому что всегда на какие-то ответственные мероприятия я выбираю или этот тон, или MAC, или Yves Saint Laurent. Да, неплохое сравнение. То, что я не куплю, это прозрачный гель для бровей от Анастасии Беверли-Хиллз. Это неплохой гель, но мне нравится железобетонная фиксация, когда вот расчесала брови, немножко их так прижала, да, и они остаются в таком положении до конца дня. Поэтому я постоянно покупаю себе Lancome. Вот этот использовала постольку-поскольку, если вы любите средненькие гели, то я думаю, что этот вас устроит, но он как-то не залипает на бровях, он хорошо наносится, просто мне нужно что-то помощнее. Я уже много раз рассказывала о креме от SkinCeuticals, зараза дорогой, но он хорошо восстанавливает кожу, он ее питает, при этом, знаете, нет ощущения чего-то жирного. Если вы хотите узнать больше, посмотрите, пожалуйста, «Фавориты года». Я сказала много добрых слов об этой дорогущей банке, но она зараза того стоит. Тоже купила ее повторно. Мицеллярная вода от бренда «Урьяш». Я использовала такую небольшую баночку сейчас. У меня открыта для чувствительной кожи с красной крышечкой и очень хорошая. Она не жжет глаза, не имеет никакой отдушки, она не сушит кожу и хорошо смывает косметику. Что еще можно добавить? Минимальный расход. Если вы любите аптечную косметику или просто хотите купить хорошую, качественную мицеллярную воду, которая никак, знаете, вот негативным образом не скажется на состоянии вашей кожи, то от всей души советую «Урьяш». Вообще сейчас пользуюсь их бальзамом для тела. Классная косметика, нужно будет присмотреться к их уходу за лицом. Если вы чем-то пользовались, то, пожалуйста, поделитесь. «Эфакларду» от всех воспалений на лице, от непонятных ситуаций, когда обсыпает капец, не знаешь, что делать, то всегда на помощь приходит «Эфакларду». Я покупаю его на протяжении 5 лет, наверное. То есть во все поездки я беру с собой витамин С. Вот эту вещь, не дай бог что, чтобы как-то поскорее реанимировать кожу. Витамин С такой мощный. Это вообще очень классная сыворотка от бренда Kiehl's. Это витамин С, здесь и гиалуроновая кислота. То есть все сыворотки, которые я пробовала, они немножко раздражают кожу, немножко ее подсушивают. А это и крем, и сыворотка 2 в 1. Я думаю, что некоторым из вас достаточно будет самого вот этого средства. После тоника наносим и все. Но я чаще всего запечатывала все это кремом. Это очень агрессивная, эффективная сыворотка. То есть я бы не советовала новичкам, потому что может быть сжение, может быть раздражение. Но если вы попробовали что-то такое легенькое, и вам хотелось бы еще лучше эффект, то переходите на это. Или если вы пользуетесь какими-то кислотами и хотите добавить, ну то есть вы уже такой продвинутый пользователь, и хотите купить себе что-то прям супер мощное, то вот эта сыворотка достойна вашего внимания. Она у меня была 2 раза, и не исключено, что куплю 3 раз. Как-то я отказалась от использования этого средства, хотя раньше это был мой несменный фаворит. Наверное, потому что я сейчас редко связываю волосы. А когда-то, 2 года тому назад, я постоянно показывала эту баночку. Это Batist XXL. Это сухой шампунь и лак для волос 2 в 1. То есть он для фиксации, но волосы с ним такие жесткие. Они у меня очень гладкие. И сейчас вот у меня свежевымотая голова, а кажется, что я уже там второй или третий день хожу. У меня просто очень гладкие волосы. Они любят быть в таком положении. Тихо, спокойно себе тут лежать. Когда нужен объем, то им там, не знаю, то нужно очень сильно постараться, чтобы их как-то, знаете, приподнять от кожи головы. И эта штука мне помогала. Сейчас, я даже не помню, она у меня есть или нет, консилер-корректор, потому что у него очень хорошая плотность покрытия, от Armani. Я обязательно куплю его снова, потому что это один из самых лучших консилеров, которые я когда-либо пробовала. При этом он хорошо перекрывает какие-то несовершенства на лице. Он плотный, но при этом увлажняющий. Он не скатывается в морщинки. Девочки, я пробую не только на себе, но также на своей маме. Всю косметику, которую я нахваливаю, я всегда мажу на свою маму, и она ни разу не пользуется тем же самым, пока она находится рядом со мной, потому что я каждый раз, давай это, давай это, от бюджетного до самого дорогого, что бывало в моих руках. И я чаще всего делаю как? Наношу консилер и обязательно промакиваю его спонжем. До тех пор, пока я не замечаю, что как бы минимальный, тончайший слой остается. И только тогда я припудриваю. И на маме, у которой довольно проблемная область вокруг глаз, я не заметила, чтобы он скатался. То же самое могу сказать о консилере Fit Me, на который некоторые жалуются. Возможно, давайте я как-то уговорю маму, чтобы мы записали с ней макияж. Это фантастическая вещь, которая очень хорошо подсвечивает область под глазами. Это тот консилер, который я бы посоветовала и молодым, и более возрастным дамам. Едем дальше. Чуть менее, не чуть менее, а так раза в два, менее плотное покрытие от Estee Lauder. Тоже консилер, который я купила в третий раз уже. Кстати, когда-то он не был таким популярным, а я его показывала. Года три тому назад, а то и четыре. Надо вернуться к своим старым роликам, беременным. Еще я была в положении с Игнашей. То есть, да, почти четыре года тому назад. Я была одной из первых, кто начал говорить о вот этом консилере. Он растворяется в коже. То есть, если вы ищете что-то увлажняющее, девочки, на каждый день не используйте шейп-тейп и похожие, так как вы угробите кожу под глазами. Неважно, какой уход вы наносите. Пока вы молотают, окей, да, это неважно. Но дальше, дальше только хуже. И все плотные консилеры, они еще больше подчеркивают морщинки, сухость. Вот это, знаете, такое ощущение стянутости дают. Не знаю, я бы посоветовала тоже вот этот на каждый день. Если хотите поплотнее, то вот этот. Или бюджетный Fit Me. Увлажняющая сыворотка от SkinCeuticals с гиалуроновой кислотой, с витамином В5. Эта штука очень хорошо удерживает влагу. То есть, гиалуроновая кислота в виде сыворотки, в виде кремов каких-то там, она не способна проникать в нашу кожу. То есть, не стоит ждать того, что уйдут какие-то сухие морщинки. Это поверхностное какое-то такое воздействие на нашу кожу. Но очень важно удерживать влагу, которая уже в ней есть. И поэтому я постоянно пользуюсь подобного плана средствами. И мне не нравится, когда сыворотка оставляет какую-то явную пленку. Иногда мне этого хочется. И тогда я выбираю La Roche-Posay. Она такая поплотнее, она более ощутимая. И она не раз меня спасала. Вот это более легкое, более универсальное. Она не только для сухой кожи, для обезвоженной, жирной, для всех. Это дорогой уход, я понимаю. И я всегда стараюсь найти для вас что-то побюджетнее. Я уже готовлю ролик о весенне-летнем уходе. Я готова посоветовать еще кое-что. Но если вы предпочитаете дорогой уход или хотите перейти на что-то такое из высокой полки, ценовой, то очень советую вот эту увлажняющую. Она прям, знаете, классно действует на кожу. И уход SkinCeuticals я от всей души рекомендую. Как только у меня есть возможность, я покупаю маску, которую мне подарили Lancome в Париже. Я очень долго ею не пользовалась. Вообще, я была скептически настроена к ней. Мне казалось, что, ну, как бы, как каждая тканевая или гидрогелевая маска, ну, что там она может сделать. Девочки, это фантастическая маска. Я вам честно говорю, она настолько хорошо улажняет кожу, успокаивает ее. И вот, знаете, есть все улажняющие маски, и это на две ступеньки выше. Она действительно действует, знаете, как какая-то процедура у косметолога. Вот выходишь от косметолога, они пользуются какими-то такими масочками, и ты такой свежачок. Вот, я как-то показывала вам, даже после чистки, я вышла от косметолога, и лицо выглядело абсолютно нормально. То есть, при том, что мне там все надавили, и приблизительно то же самое делает вот эта маска за один раз. За 20 минут или за 30. Ну, тут есть несколько вариантов использования. Если хотите себя чем-то побаловать, то побалуйте себя этой маской. Я не побегу за ней прям сразу, но если захочется купить что-то именно из люкса, то я обязательно добавлю эту маску в корзину. Она прям вообще очень хорошая. Умывалка моего мужа от CeraVe, она предназначена для комбинированной жирной кожи. Она уже пенится, то есть, отличается от той, которой пользуюсь я. И он сказал, что это одна из лучших умывалок, которые я давала ему на пробу. Ее хватает на очень долго, она не пересушивает кожу, она хорошо удаляет кожное сало, все загрязнения. Муж не красится, поэтому я не скажу, как там с макияжем. Ну, он сказал, что если будет еще, то будет использовать. Поэтому нужно будет как-то поискать ее в аптеке. Миллион тканевых масок. Вижу, что здесь также от JM Solution, которая давала мне Маша Серт. Хорошая питательная маска с медом, тканевая, пропитана хорошо. Что еще добавить? Ничего такого сверхъестественного я не заметила. Но, знаете, бывают вообще неэффективные тканевые маски. Это мне показалось достойной. Но если сравнивать с ланком, допустим, то ланком это вообще вау-вау. Хотя, мне кажется, что если хорошо поискать среди корейских, то можно найти что-то похожее по действию. Вот это классно увлажняет. Она с кокосовым то ли молочком, с чем-то кокосовым. Coconut Gel. Кокосовый гель. Я покупала ее на iHerb, и это прям увлажняющая бомба. Не дешевая. Обязательно повторю. Еще раз использовала целую упаковку вот этих пластырей от прыщей Cosrx. На мне они работают. Это настолько недорогая вещь, что стоит попробовать. Если в вашем случае это тоже будет эффективно, то я уверена, что вы будете покупать так же, как я. Постоянно. Снова, снова и снова. Вот эти масочки от Benton обожаю. Они с алоэ, хорошо увлажняют и успокаивают. То есть, смотрите, из каждой ценовой категории можно найти что-то достойное. Маски под глаза такие большие, увлажняющие патчи от Sephora. Тоже много раз советовала. Хорошие. Сейчас что-то другое я попробовала. И было такое с Женей. Обязательно где-то найду упаковку, если не выбросила ее. Это очень интересная корейская вещь. Давайте мы ее вместе с вами протестируем в каком-то влоге. Это такая эксфолирующая подушечка с витамином С, с легкими кислотами. АХ кислотами. То есть, подойдет всем и каждому с ферментами. И достаешь ее из упаковки. Точнее как. Здесь в упаковке еще одна упаковка. В ней находится подушечка. Вскрываешь это все. Потом вот так мнешь, вспениваешь. То есть, сама подушка прям очень сильно пропитана какой-то жидкостью, которая начинает пениться. И потом вот этой подушкой начинаешь все смывать с кожи. Ну то есть, я после демакияжа это делала. Кожа после вот этой подушечки, после такого пилинга, очень мягкая, очень гладкая. У меня есть еще одна такая. И я впервые пробовала такой формат. Прикольно. Почему бы и нет? Здесь так много пены, вот этого средства, что я видела, девочки в отзывах писали, хватает там на несколько раз, как-то пытаются это все сохранить. Я же за один раз использовала. Я не знаю, сколько стоит. Такое удовольствие. Но мне понравилось. Я хочу пробовать еще. Возможно, и у других брендов есть что-то такое, вообще что-то новое. Класс. Почему нет? Я всегда только за. Еще одна упаковка Косрекс. И вот эти масочки от Benton когда-то мне нравились, но они выпустили новые с Центелла, и вот эти с Алоэ, которые больше покорили мое сердце. Так что неплохие, но уже у вас, у вас же Benton, есть лучше. Одни из любимых увлажняющих, осветляющих патчей под глаза. Я прям очень довольна этими патчами от Lancome, когда мне хочется побаловать мою кожу, когда какое-то ответственное мероприятие, праздник, когда я плохо выгляжу после бессонницы, такая кожа прям сухая вообще. Часто, часто. И всего там несколько штук в упаковке, но балую себя иногда. Купила вторую упаковку. То есть вот эти патчи продаются не по одной паре, а их там сразу несколько. И на постоянной основе я пользуюсь патчами от Petit Fee, корейскими. А вот эти отличаются. Они не жгут, они очень хорошо пропитаны. И много раз тоже о них рассказывала. Клиник. Это увлажняющий крем из линейки Moisture Search. Он гелевый, но это его самая новая версия. Она еще легче. И они там писали, что увлажнение на 72 часа. Моей коже этого было недостаточно только на лето. Но муж пользовался зимой, говорит, давай еще. Говорю, нет. Так что, если жирная комбинированная кожа вам понравится даже сейчас. Всем остальным только на лето. Гидрофильное масло от The Face Shop. Я уже попробовала так много других альтернатив, что я к нему пока что не вернусь. Оно недорогое, в принципе, неплохое, но есть гораздо лучше. Гель для душа от La Roche-Posay из линейки Le Picard. У него такой аромат приятный. Он не пахнет чем-то конкретным. Но это настолько вот что-то расслабляющее. И даже когда кто-то помоется, заходишь в ванную комнату, прям такое благоухание. Класс. Что-то такое вот чистое, свежее. Это не сладкий запах, это не какая-то ваниль, и он пенится, при этом бережно очищает кожу. И у меня что-то новое сейчас от La Roche-Posay. Кстати, говоря о патчах Lancome. Вот я тут продолжала собирать упаковки. Гель для бровей от Lancome. Закончился, купила новый. Это вот как раз та железобетонная фиксация, которую я люблю. Отвратительная тушь от Clinique из линейки Fit. Я люблю некоторые туши Clinique, но это какое-то недоразумение. Здесь такая щеточка, она настолько сухая вот изначально, что прокрасить ее ресницы невозможно. Она не делает с ними ничего. Вот, не знаю, ни объем, ни длину не придает. Она их никак не фиксирует. Но я должна сказать, что она хорошо держится. То есть она смывается теплой водой, и я ее использовала на нижние ресницы. Она не отпечатывалась, даже если я пользовалась каким-то супер жирным кремом, потом увлажняющим консилером, она никогда, ни разу не отпечаталась, она не осыпается. Но если у вас свои шикарные ресницы, и вы просто хотите чем угодно их подкрасить, какой-то стойкой тушью, то, наверное, только в этом случае стоит обратить на это все внимание. Очень долго я пользовалась гелем для умывания от Cosrx. Он идет, я уже даже не помню, с салициловой кислотой, наверное. В общем, он для утреннего умывания. В качестве до макияжа он не годится, он не смывает косметику. Я миллион раз проверяла с разными и тональными, и с остальной декоративной косметикой. Нет, если кто-то говорит, что пользуетесь, там типа смываете макияж, ничего подобного, ваша кожа испортится. Только для утреннего умывания, и для такой более склонной к жирности кожи, для проблемной. Для сухой, наверное, нет, но у меня был период, когда я никак не могла понять, что с ней, но она в каком-то конкретном дисбалансе находилась. То есть и сухая, и при этом сыпет, 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 и вообще непонятно, что. Очень долго им пользовалась. Мне кажется, что он очень хорошо повлиял на состояние моей кожи, но пока что я к нему не вернусь, потому что нет такой нужды. Я думаю, что кислоты сделали свое дело. Тушь, не тушь, база под тушь от Everline. Хорошая вещь, но в моем случае она не делает ничего. То есть для меня это как защитный слой между тушью и ресницами. И, ну, я думаю, что многими другими тушами я могла бы достичь такого же эффекта. Я когда-то снимала тест, а вообще многие ее хвалят. Любимая тушь от Luxe Visage, бюджетная, XXL, хватает мне на полтора месяца. Ею можно дальше краситься, но я не люблю сухие туши, поэтому, когда я говорю, что я так часто меняю тушь, вы говорите, как такое может быть? Я люблю влажные туши, такие кремовые по консистенции. Поэтому, как только она начинает подсыхать, я тут раз подшумок новую. Я не знаю, надо ли вам такое или нет. Что-то вылилось. Просите, я так только покажу быстренько. Это такие салфетки для демакияжа демакияжа с водой бамбука от LabBotiki. Покупала на iHerb. Не очень бюджетные, стоят около 10 долларов, но их надолго хватает, и я ими пользовалась летом. То есть, когда, к примеру, я выходила из дому с SPF, и мне нужно было обновить SPF, я просто вот этой салфеткой все протирала, не всегда я таскала с собой крем и все остальное. И вот эти салфетки, они давали неплохое увлажнение, они как-то не стягивали кожу, при этом даже иногда демакияж выполняла при помощи них, очень хорошие. Мне они прям понравились, они не маслянистые, но при этом хорошо, как я сказала, улажняют. А вот и бальзам для губ от MyUFactory, это просто лучшее средство для губ. Я когда-то к нему вернусь, просто нелогично иметь 150 тысяч банок и еще докупать одну, допользую то, что у меня есть, хотя бы часть, и обязательно к нему вернусь. Это просто такое питание, его так надолго хватает, он так пахнет, он дает красивый блеск губам, он так хорошо их восстанавливает, девочки. Манюфактори, спасибо еще раз Маше Серд за то, что подарила мне эту вещь. Закончилась увлажняющая маска от Glam Glow, приятно пахнет, хорошо увлажняет, маски Glam Glow на ком-то работают, на ком-то нет, на мне они дают потрясающий эффект, в том плане, что, во-первых, это увлажнение, во-вторых, она как бы покалывает, то есть ты чувствуешь, что она работает, но это не какой-то ментол, там просто она вот прям, знаете, такая рабочая, я по-другому не могу ее назвать, просто рабочая, то есть она как бы и увлажняет, и при этом настолько хорошо выравнивает оттенок кожи, если где-то какое-то покраснение, я тоже мазалась этой маской, после кислот я тоже пользовалась этой маской, мне ее она очень долго хватило, я использовала две упаковочки, причем вот эту я покупала за свои деньги, мне как-то прислали попробовать, мне очень понравилось, потом как-то прекратились рассылки, но у меня остались фавориты, которые мне нравились, и я повторяла их, повторяла и повторяла, что-то еще здесь, Vivienne Sabo, тушь Cabaret Premier, и крем под глаза, тоже много раз рассказывала, это один из любимцев от SkinCeuticals, у меня закончился, и я докупила и крем под глаза, и вот этот, только крем я еще не открывала, просто была хорошая акция на него, такой бальзамчик под глаза, который хорошо увлажняет, и он антивозрастной, я не помню, что именно здесь в составе, но классно подходит и под макияж, и вообще я просто очень сильно доверяю этому бренду, что бы я ни попробовала, практически всегда это попадание в десятку, это сыворотка, вот я просто не знаю, почему я не отдала ее маме, на моей маме она дала очень хороший результат, я ее не видела долгое время, она пользовалась этой сывороткой под глаза, от Lancome из линейки Женифик, мы встретились, я говорю, признавайся, что ты сделала под глазами, как-то был разговор о том, что можно было бы сделать, говорю, ты что-то сделала она? Нет, потом мы начали выяснять, чем же она пользовалась, вот этой сывороткой, и кремом тоже, по-моему, из этой же линейки, или чем-то другим, я как-то вам рассказывала, ну, это однозначно было действие, вот этой сыворотки, разгладились, немножко морщинки, и вообще, в принципе, более отдохнувший вид лица был, мама еще пользовалась ретинолом, и кислотой, ну, короче, я уже точно не помню, чем, но там, я просто со временем забываю, да, много всего проходит через мои руки, тем более, ну, невозможно пользоваться, чем, невозможно помнить, чем пользовалась твоя мама год тому назад, да, это вообще, по-моему, ненормально было бы, но я должна сказать, что на моей 30-летней коже не было никакого результата, кроме дополнительного увлажнения, то есть, окей, может, в качестве какого-то предотвращающего средства, да, я для профилактики допользовала эту сыворотку, здесь вот такой аппликатор металлический, можно выполнять массаж, и очень приятное средство, быстро впитывается, не скатывается какими-то такими непонятными, этими самыми, на него хорошо наносится и макияж, то есть поверх крем, и с ней не было никаких проблем с нанесением, и, так как я сказала, только дополнительное действие, мне кажется, что есть другие кремы, которые лучше осветляют область под глазами, это тот же Айзенберг из такой премиальной, да, косметики, мне очень нравится крем Бентон под глаза, SkinCeuticals, я сказала, это из таких вот именно, знаете, освежающих, антивозрастных, и тех, которые не просто улажняют, просто улажняющие, это Цераве, Ларош-Позе, а вот именно, чтобы был видимый результат, во всяком случае, это замечаю не только я, но и вы мне пишите, Оля, что ты сделала, я показываю все банки, я от вас ничего не прячу, и последнее, наверное, на сегодня, это масло от компании NUX, это сухое масло, мне очень нравится его аромат, я всегда пользуюсь им в холодное время года, и я не могу сказать, что это какое-то заоблачное питание, кожа, нет, но мне сейчас не хочется масел, которые прям масляные, знаете, такие, которые остаются на коже долго, которые отпечатываются на одежде, там, на, идет запись, да, на постели, а потом остается такой неприятный очень запах, это масло, в первую очередь, для расслабления, для такого легкого питания кожи, кому-то нравится, кому-то нет, даже сама форма нанесения, ну, не самая удобная, давайте говорить по-честному, да, это стеклянная баночка, которая может выскользнуть, и надо миллион раз попшикаться, но мне это масло доставляет какое-то сумасшедшее удовольствие, поэтому я, не знаю, сейчас у меня что-то другое, по-моему, а, да, бальзам Урияш, но у меня еще есть одна баночка, мне его подарили, такая большая, и я ее использую с огромнейшим удовольствием, так как это какой-то особый кайф, может, не здоровый, но тем не менее, чем бы, чем бы дитя не баловалась, а, вот еще, консилер, корректор, скорее от Catrice, я его использовала в качестве корректора, для того, чтобы скрыть какие-то несовершенства на лице, покупала его два раза подряд, или даже три, просто лучший консилер за свои деньги, он застывает, его на очень долго хватает, на какие-то редкие мероприятия, для вечернего макияжа, можно нанести под глаза, но я вас умоляю, не каждый день, потому что это такое стойкое, застывающее средство, если у вас не сухая кожа, если вам по барабану морщины, то, пожалуйста, на каждый день, или вы молоденькая девушка, и можете себе это позволить, всех остальных, этот консилер под глазами может состарить, поэтому, на вечер, иногда, с какой-то такой, более легкой, не матирующей пудрой, в редких исключениях, да, а я вас прошу каждый день, пользоваться чем-то более увлажняющим, на этом будем заканчивать, с пустыми баночками, есть тут у меня, так скромно стоит то, что нужно выбросить, но я считаю, что это настолько неоправданно дорого, что я, наверное, не буду хвалить, ну, то есть, как, мне нравилось, летом я пользовалась этим бальзамом, он идет с миндальным молочком, это бренд L'Occitane, но для сухой кожи этого недостаточно, это больше как баловство, и я, когда узнала, что эта штука стоит 50 долларов, я так, нет, только в качестве какого-то баловства, как я говорю, вот, приятный аромат, слегка миндальный, немножко сладкий, быстро впитывается, но моей сухой кожи, чаще всего сухой, этого недостаточно, то есть, есть средства, которые я люблю гораздо больше, тот же крем для тела от CERAV, в большой банке зимой, он укатился сейчас, поверьте мне на слово, что есть, я его в инстаграме вам показывала, короче говоря, вот это мне очень помогало, очень хорошо удерживало влагу в коже, и дополнительно увлажняло еще, мне кажется, что какой-то сумасшедший пересвет, вышло солнышко, пойду прогуляюсь на улицу, на почту, все, всех целую, обнимаю, если вам понравился такой короткий, но очень емкий обзор, поставьте пальчик вверх, мне будет очень-очень приятно, как блогеру, это дополнительно мотивирует собирать это все, и делиться уже, знаете, таким окончательным мнением, все, всех целую, обнимаю, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.